Мороз Оперы в портере, да опера позади Кому сигареты, кому дым от ствола Кому минареты, кому купола Кому дорог Псков, кому Махачкала Кому город Ветров, кому горы бабла Номер мобила сменил, номера перебил Сказали, помер Кирилл, но не заговорил Покормил рыбок, бабки в сумку Рибок поднял рюмку, выпил, закрыл дверь, выбыл Дальше поезд проводником, леваком Зашел в Ведяево, минут сорок пешком Сбросил сумку знакомой, дал ей в гордань Всем привет, банда! Рад приветствовать вас в девятой серии Следующая серия у нас уже будет юбилейная, десятая И хочется сказать, что каждая из серий Она как маленькая история Вот первая, вторая, третья, четвертая И про каждую серию есть какие-то теплые воспоминания Какая-то особая царит атмосфера При разных сериях, неважно про что мы снимаем Дрифт, драг, опроуд Это одна маленькая история И прошу вас посмотреть, какую историю мы сняли в этой девятой серии Мы пригласили к нам на съемки троих парней Брестских простых пацанов с улицы Которые, блин, простые, как лук Просто адекватнейшие люди Вот, одна из них была Mazda X8 Такая достаточно экзотическая тачка для меня Прям, блин, для меня она такая Я видел ее на картинках, но дело с ней как бы не имел Вот выдалась возможность увидеть эту машину Пощупать ее, как она Вторая машина, которая у нас была Это BMW 36 на двухлитровом моторе Вот, и третья машина Это была Sierra на каркасе Тоже 2 литра мотор Инжекторный Вот, и решили, в общем, этих ребят всех собрать В одном месте И показать вам простых пацанов Не каких-то там топовых дрифтеров А простых пацанов, которые, условно, делают машину из дрифалок И не едут Продолжаем тематику зимнего дрифта Так как у нас до сих пор лежит снег Не тает, все нормально, зима продолжается И у нас сегодня в гостях Два интересных решения для зимнего дрифта Одно, оно Очень такое примитивное Распространенное, особенно в Бресте А второе, оно прям необычное До Потери пульса Машина вообще как бы В единичном экземпляре, который дрифтует у нас в городе Вот, давайте покажу вам их Итак, встречайте Первое, совершенно стандартное решение Это BMW E36 на моторе А, давай вот так, типа сброшу Хоп 2 литра Второе, совсем необычное решение Которое редко встречается Это Mazda RX-8 Роторное, на моторе 1.3 Гарри Итак, давайте рассмотрим эти решения поближе Что мы имеем Мотор M52 Совершенно стоковый Доработок здесь абсолютно никаких Вот, наверное, датчик давления масла у него стоит Дополнительно он оборудовал И распорочка В принципе, как бы все Тут про нее рассказать нечего Совершенно стандартная машина Даже на этом моторе Она абсолютно пригодна для езды блоком Пошли в салон А, руль Виктор Барбер Виктор Барбер Виктор Барбер Виктор А, это Вилуд? Да О, нихуяся Это главный дрифтер Бреста Самый ебанутый на всю голову Ну да, это я Так, и первое, что бросается в глаза Это руль под названием Виктор Это вообще Я первый раз такой Вижу руль Виктор, прям реально Дальше гидроручник На цилиндрике Вилвуд Прям блатная вещь Баночка топтышки Если вдруг хочется подкрепиться Где-то вымотался Бахнул топтышки Поехал дальше Вот, полуковш Ремни АМП Без амологации Ну и грядка На которой показывает зарядку Давление масла И температуру двигателя дополнительно Вот он повыводил здесь Ну и салон как бы максимально разобран Облегчен, насколько это возможно Потолка тоже нет Вот, и в принципе Машина способна ехать боком Заваренный дифференциал Все Вот рецепт зимнего дрифта Итак Мазда RX-8 Машина экзотическая Для меня вообще Как бы Дизайн Мне в принципе ее нравится Она такая интересная И первое, что бросается в глаза Это карбоновые элементы На ней их Ну действительно много Крылья Капот Половинка Зеркала Дальше Спойлер Сзади тоже карбоновый Прям вообще Доктейл такой интересный Очень красивый Итак, что мы имеем в салоне Мазда RX-8 Ну здесь прям лакшери Очень уютно Все красиво Сиденья заводские Полуковши И опять же Изобилие карбона Карбоновая панель Карбоновый руль Посмотрите Это вообще, блин Такое интересное решение, блин Карбоновый руль Вы о чем вообще? Дальше на дверях Вставки карбоновые Тоже сразу же бросаются в глаза В принципе салон Очень такой Культурный Аккуратный Красивый Блин Мне нравится И еще одно Нестандартное решение В этой нестандартной машине Это то, как открываются Задние двери Блин, это вообще прикольно Смотрите Ручка Дергаешь Открываешь И заходишь назад О, парни Та-да-да-да Это что? И давайте сейчас посмотрим Какое сердце имеет Эта малышка Та-дамс Блин Та-дамс Та-дамс Ага, все, вижу Та-дамс Ротор Парни Где тут что? Где что здесь искать вообще? Вот посмотрите просто вижу генератор всего мотор где-то там снизу он очень маленький вот и очень оборотистый крутится до 9000 оборотов вообще без проблем но распорочка здесь стоит тоже как бы присутствует сдерживают передние стаканы в принципе как бы перегрузки она какие-то держать как вы думаете ребята что я выберу е-36 первую для теста либо mazda ваше мнение ноги вытряхиваем обязательно когда она низкая парни так сидушку нужно как-то разобраться пододвинуть вперед все проверим нет подкачка какая-то нет о есть итак берем ключ вставляем зажигание ставим нейтрал очку дасишь фантасишь запускаем и так с этой машиной все совершенно непросто здесь чтобы начать ехать боком нужно ввести чит-код как в gta смотрите есть у нас клавиша dsc of но не все так просто мы ее когда нажмем у нас выключится стабилизация но при этом ее нужно держать до тех пор пока не сработает блокировка да здесь есть в редукторе блокировка и так пробуем нажимаем кнопку под десов загорелась хоп сработала блокировка ну что поехали вот 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 Блин, пацаны, карбоновый руль это просто топ, я вам так скажу Ну, для начала проедем, так сказать, ознакомительный круг Просто пощупаем, сразу ехать на тачке не буду Потому что к ней не привык, как бы Блин, сразу бросается в глаза то, что машина внутри прям как стоковая Ты на ней можешь ехать, она может быть корчом, но ты на ней едешь как на стоковую Можешь поехать в магазин, сесть, работает печка Есть все панельки, никаких карт дверных не снято, откуда не дует Все нормально, дворники, все дела, пшикалки Без проблем как бы работает И вот это, блин, реально прикольно, как бы необычно Вот, дальше на приборке, кстати, есть прикольная индикация Дублируется скорость в цифрах Как бы не показывает аналоговый спидометр показания, а именно дублируется в цифрах Тоже так прикольно Она такая машина сама по себе интересная, для меня вообще необычная Реально первый раз вот езжу на ней, до этого даже не пробовал Вот, ну прикольно, как бы, я очень, мне она как бы нравится, но из-за того, что она достаточно экзотическое решение Мне немножко стрёмно приобретать такой автомобиль, потому что где на него искать запчасти Где на него брать крылья, какие-то элементы кузова, там двери Ну, допустим, для меня это дикость, так как я BMW, я не знаю, где это брать Но машина сама по себе интересная и привлекает взгляды даже в стоковом состоянии абсолютно без проблем Ну что, давайте попробуем дать боком На второй, вторую воткнем Так, начнем с полукруга, пройдем круг Вообще налегке Да, сишь фантасишь, да это фантастика, парни Да, ну такая резина, такая себе стоит О, блин, парни, я вам скажу так, управляется машина вообще круто Мне прям нравится, как она едет И я, кстати, мотор даже не кручу, 3000 оборотов Хотя, крутится он без проблем до 9000 Но необходимости в этом абсолютно никакой не вижу Хоп, швыряем ее, перекладочка Вообще, малышка податливая просто До сумасшествия Вот, и что самое крутое, что, блин, реально ее крутить не надо Хотя, роторы говорят, что они на низах, ну, вообще никакие, когда зацеп есть Понятно, что мы едем по снегу, как бы колеса крутятся без проблем И вот блокировка дает о себе знать, что машина вообще классно, предсказуемо При этом можно заблокировать дифференциал И лимонить вообще без проблем Ротор прикольная тема Но вот, что знаю про роторы, что они не ресурсные моторы Как бы, слышал о том, что проходят там условно 1170 И приходит им конец Ну, короче, они не такие, как BMW Я привык к BMW, что моторы реально долго живут Там 400-500 тысяч Движок проходит вообще без проблем, как бы То есть здесь, как бы, этого не увидите Но, опять же, движок недорогой 700 долларов стоит столбик В принципе, блин, даже, как это назвать, столбиком Блин, даже, как-то называю это столбиком И неправильно это, это не столбик Это какой-то, блин, сфера какая-то Поршень у него двигается по кругу Вот, и он не совсем, как бы, похож на Обычный, классический двигатель Итак, знакомлю вас с участником нашей серии Зовут его Руслан Владеет он машиной Mazda RX-8 Расскажи нам, почему такая платформа необычная? Откуда родилась идея вообще RX-8? Как она к тебе попала? Не знаю, наверное, в детстве в Need for Speed переиграл С детства она мне очень нравилась, но не было просто возможностей Как бы, а сейчас она более-менее стала доступной И как-то так подвернулся вариант Вот, ну и решил попробовать Ну, и как вообще, оправдала она твои надежды то, о чем ты мечтал? Ты же когда покупал, у тебя были какие-то мысли? Что это за машина? Да, крутая машина, только все, космических денег стоит Что ни возьми, 100, 200, 300 и 500 и пошло Вот это, наверное, минус Но ради такой экзотической внешнего вида Можно жертвовать и этим, я считаю Расскажи, какие планы у тебя на нее в будущем? Что хочешь с ней сделать вообще? Хочу продать, черт твоей матери Зачем? Чтобы купить такую же, но только уже на JZ Чтобы была заряжена и ничего самому не делать Потому что это очень долго, дорого И как бы, ну, блин Ну, проще, для меня проще купить готовый вариант Потому что я в этом еще, как бы, новичок, скажем так В общем, не хочешь кастомазить Хочешь сразу готовое решение взять В принципе, с России, я так понимаю, вытянуть, да? Да, да, да И, условно, будет у нас Mazda RX-8, GZ-1, все как надо Ну, что-то мне на JZ упал вариант Не знаю, почему Ну, все, как бы, говорят, что она на JZ-1 валит Вторым, как вы уже поняли Я попробую оседлать BMW E36 Меселуха лютая, парни, поехали Итак, производим запуск двигателя Загорелись приборчики О, май гад, фантастика С этими городскими корчами не все так просто Практически в каждой из машин есть волшебная кнопка ASC Зажимаем Хоп, загорается Вырубаем газ Тын Есть контакт Так, ну что, ребята, давайте будем пробовать трогаться 36-я Оу Так Антибуксу Субтитры сделал DimaTorzok Так, сразу, что могу сказать по 36-й Она такая более Какая-то такая сбитая по сравнению с Маздой Мазда, она такая мягенькая Вся такая Вся такая прям малышка А это, блин, руль у нее потуже крутится Она такая вся пожестче Кулиса здесь такая, блин Блин, ну не такая Посадка даже совсем другая, блин Как-то Ну, это совершенно разные автомобили Это более такая бойцовая тачка Которая Там, не знаю Блин, может из-за того, что я к ней привык К этим платформам Поэтому она мне такой кажется Но Мазда по сравнению с 36-й BMW Вот А Мазда, она такая Мимимишная Такая малышка Такая приятная Вся хорошая Чистая А это такая пацанка Прям Ну что, давайте попробуем, парни Конфиг проехать И как-то сидишь здесь более прямее Пристегиваться я не буду Вот Хоп Но сразу скажу, что У 36-й Стоит резина Позацепнее Блин, ну реально На ней немного Сложнее ехать Я вам отвечаю Мазда Вот Обои тачки На столько В их выборках Но На Мазде Мне реально ехать легче было Чем на 36-й Вот Реально Никогда бы не подумал О, вот Блин Началось Позор Штопор словил Даже Видите Ну Как бы После Мазда Реально Мне на ней Немного Тяжелее Ехать Я реально Не мог бы подумать Даже Что Она Будет в управлении Сложнее Чем Мазда Блин Это вообще Какой-то Космос Просто Я думал Что Мазда Никуда Не поедет И так Я познакомлю Вас С владельцем Этой БМВ Е36 Зовут Его Дима Дима Купе На седании Всем Добрый Вечер Я Диспетчер Короче Вы заметили Он Юморист Еще Тот Вот Ответь нам На пару Вопросов Как ты Начал Вообще Дрифтить Почему Дрифт Почему Не Драк Не Ралли Там Какое-то А Дрифт Почему Ну Это Весело Но Я Долго Дрифтил На Переднем Приводе Если Ты Помнишь На Ауди Но Это Было Давно В 2006 Может До Десятого Года Потом Вообще Забил На Дрифт Как-то Что-то И Все И Потом Вот Появилась 36 Решил Ее Воскресить Да Вот Расскажи Нам Вкратце Как Она У тебя Появилась Откуда Вообще Эта Машина Почему Она Такая Мятая Не Ну Вообще Я На Варшавку У Ехал Поменять Деньги Вышел С обменника Смотрю Скорые Все дела Там Подъехал Смотрю Это 36 На Столбе Висит Пацанам Там Оказывают Первую Медицинскую Помощь Я В общем Им номер Оставил Просто Типа Если Будут Продавать Или Разбирать Или Что-то Там Делать Ее Чтоб Набрали Ну И Через Недели Две Они Набрали Договорились Что Типа Начала просто стоять Полгода Простояло И вот Перед зимой Этой Даже Перед осенью Я ее решил Начать Делать И как-то Потиху Сделал И вот Гоняю На ней Еще Ответь на такой вопрос Какие у тебя планы В будущем На нее Летом Собираешься На ней ездить Конечно По мокрому Едем Будет ехать Просто Пока Не издохнет Вот Может Поменяется Мотор На 2.8 Но Навряд И еще Ответь на вопрос Где взял Такую шапку Блин Мне она так нравится Вообще Это Ну Запикаем Подрезал Просто Хорошая Подрезал Пацанов Тоже Кстати Дрифтерские Времена На переднем Приводе Где-то У кого-то Подрезали Так Давайте Пробегимся По наружу По Спекам Сиеры Из чего Она состоит Мотор Давайте Посмотрим Так Одной рукой Неудобно Открывать Вот Двухлитровый Инжекторный Обычный Стоковый Никаких доработок Здесь с ним нет В принципе Сток Стокейший Закрываем капот Дальше Первое что бросается В глаза Это Башбар Передний Прям мощный Я даже Буду представить Что будет Если она Кому-то там Приедет Да Да Кстати Башбар Силовой Как бы Он Крепкий Несет Часть силовой Конструкции Автомобиля Дальше Выворот Как многие Удивятся Типа Боевая Сара Все дела Но Выворот На этой Машине Стоковый Как и у Наших Всех Участников Абсолютно Стоковый Хозяин Фанат Стоковых Выворотов Поэтому Видимо Он здесь Поэтому и Стоковый Дальше Первое что Бросается В глаза Это Она на каркасе С собой Человек Всегда Возит Конусы На случай Того Если Вдруг Где-то Он поехал В магазин За хлебом Решил Дрифтануть По парковке Чтобы это было Правильно Он выставил Конусы Дрифтанул И поехал Домой Купил хлеба И домой С собой Он по этому Возит Всегда Конусы Дальше Это не все Спойлер Владельцы Сиер Поймут О чем я говорю Прям Олдскульный Вообще Дефицитная Вещь Крутая Мне он тоже Реально нравится Дальше Открываем Багажник Что видим Задняя распорка Силовая Каркас Обратите внимание Как пороложен Ремень Завязан На распорке Все прочно Держится Спортивный бак С противоотливами Всеми фаршами И всей делой По кузову Я бы не сказал Что она прям Такая супер гнилая Целенькая Нормальная Сиера В салоне Первое что бросается В глаза Это олдскульный Ручник Посмотрите Какой он длинный На балдажник У него прям Такой приятный Интересный Необычный Короче Собрана Эта конструкция На Цилиндре От Уазика Дальше Руль Мома Спортивный Ковши Рейсинг Оэн Какой-то Эктор Ремни Вот В принципе Все Вот он Рецепт Зимнего дрифта Все очень просто И бюджетно Не нужно сюда Миллионы долларов А кстати Ребят Не заметил Это Спортивные Тумблера Щелк-щелк Все дела Все по-спортивному Мы пробуем запустить аппарат И вот кстати Заметил недавно Одну очень интересную вещь Колоночка Чтоб не заскучать Где-то в серой пробке Можно включить музыку И послушать ее Так Включаем Зажигание Включаем Топливный насос Нажимаем кнопку Старта Это фантастика Парни Реально Пацаны Первый раз В своей жизни Пользуюсь Подушкой Под жопу Потому что Таков стоит Настолько далеко Что реально До сцепа Не дотягиваюсь Так Блин Наверное Сильно близко Как-то сел Ну ладно Поехали 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 Сильно близко Поехали Поехали Все трясется Фу Что скажу По Сиэре Сразу заметно Что Нет обшивок дверных Кстати водительская есть Блин Ну не такая Она прям Уже и гоночная Что Там прям В ней трещит Все пердит Как бы Она нормально едет Может Излишне Немножко жестковатая Ну и При этом Это старая школа Парни Не нужно Здесь чего-то требовать От нее Непонятного Каких-то Блин Не знаю Показателей Или чего-то Это Сиэра Там Восьмидесятых годов Ее уже лет И кстати Первое наверное Что я замечаю Это панель Посмотрите Панель без трещин Вы много видели Сиэр У которых нет Трещин на панели Вот Руль в принципе Крутится легко Только сейчас Единственное Подрегулирую сидушку О Нормально Ну сейчас Попробуем бахнуть Так Вторую врубаем Так Едем Дилетант Пацаны Блин Ну реально К тачке Не привык И Блин Самое главное Забыл Что здесь Выворота нет Я что-то так Шмарнул ее Подумал Что это Тачка на Вывороте А блин У нее У нее выворота Реально Как бы Нет И Ее разворачивают Поэтому нужно ехать В ней Ааа Братан Малый А Теперь закрой В малых углах Блин Ну я вам скажу Капец Парни Сиера Ускоряется О Снимай Снимай Просто Пипец Парни Ну я еще Конечно же Осторожничаю Стараюсь Там Не Не лихачить Излишне Машина чужая Плюс я к ней Как бы не привыкну Да что за херня Блин Да кстати Печка здесь Реально Круче чем Во всех тачках Мне аж просто жарко Ну реально Блин Сару разворачивают Что за херня Не могу понять Так Предоставляю вам Третьего участника Нашей серии Сегодня прям Такой блин Душевный Столько людей Участвует Я прям вообще Кайфую Зовут его Саня Санчо Расскажи нам Про свой аппарат Где взял Почему Сиера Всем привет Это практически Стоковая Сиера 88 года Ну практически Сток Мотор 2.0 ОХЦ Инжекторный Инжекторный Без всяких Турбин И всякой Лишней фигни Работает просто Безотказно Которую зиму Лет 5 уже Просто Сейчас зима Закончится Она встанет в гараж Скинется клемма Придет следующая зима Просто накинется Клеммой И она поедет Долбить дальше Расскажи Сколько уже владеешь ей Где участвовал Ну владею лет 5 Купил у друга В пружанах Когда-то давно Давным-давно На ней ездил Забрал у отца Потом у него Семья Дети Она встала в гараж Мне ее стало очень жалко Она классная Я ее выкупил Расскажи Планы на будущее С этой машиной Есть у него Будущее в твоей жизни Или нет А какое будущее Она учит ездить Всегда Нет лето Нет дрифта Лето Зимой Она учит ездить зимой Всегда в руле Всегда едет Всегда безотказная Безотказная как автомат Калашникова Просто И при этом Прошу заметить На ней можно Потолкаться в двери И не париться Что ты там что-то помнешь Да Но правда вопрос С другой стороны С этой стороны Она такая Целочка А вот с этой стороны Видно что она Немножко Очень тематическая Боевые вмясины И маленькая Нюанс Это она выровненная А она уже выровненная Это она выровненная После зимы Прошлой На столе Чистый лист Неизвестный Самый чистый Совсем белый Как снег Непремятый Он заманчиво слов Чтобы меня Рисовал Что-нибудь Ну а что Непонятно Карандаш Я беру По бумаге Веду Вот портрет Получается Странный Почему-то Субтитры 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 Ну блин Все будет по-другому Так хочется Рассказать Но Нет Не могу К сожалению Не могу Заранее вам Что-то обещать Говорить Потому что Как назло Оно не получится Поэтому Держите за нас Кулаки Я вам обещаю Мы вас не подведем Всем пока